Бэйлин, читаю комменты, всем нравится этот формат. Стараюсь отвечать, ребята, каждому. Будем делать дальше такой формат, раз вам нравится, заходит видео, поэтому делаем. Всем привет! Вот сегодня прям не хотелось снимать видос, но начал читать комментарии, что вам все нравится, типа красавчик, молодец, и сразу же мотивация появилась. Вот это реально мотивация, а не то, что там кто-то вам что-то рассказывает, мотивирует вас, старается, типа словами. Это все бред. Мотивация, когда вы что-то делаете, и кто-то вас подбадривает, вот тогда это мотивация. Никогда не перестану повторять, что мотивация – это вы сами, то, что вы делаете. Если вас люди подхваливают, подбадривают, это еще больше вызывает в вас мотивацию, а не то, что просто вы сидите на диване, а кто-то вам рассказывает какую-то мотивацию. Это такой бред, просто полнейший бред. Ну что, друзья, надо в магазинчик сгонять, затарить, покушать что-нибудь. На улице плюс шесть, начинает таять все. Классная погодка. Был у меня портфель, значит, прикольный такой, надежный, найковский. Он у меня прослужил десять лет. Десять лет со школы я его еще носил. И оттуда ложил и песок, и камни, подтягивался с дополнительным весом и так далее. Но, когда поехал покупать машину, вот эту аудюху, то на обратном пути, оказалось, мы с Саньком ездили. Я такой Саня говорю, достань из портфеля моего воды. Я даже не знал, что он пропал. Едем таки, Саня такой, а где твой портфель? Я такой, не знаю. Должен быть на задней сидухе. Вот, а оказалось, что я где-то его посеял. Скорее всего, когда страховку в банк ездили оформлять, вот, скорее всего, там я его и посеял. Ну, теперь приходится с другим портфелем ходить. А тот портфель просто ни разу не порвался, нигде. Даже никакой лопинки нету. Ни одной ниточки не торчало за десять лет. Я с ним делал просто огромное количество вещей. Там кирпичи таскал в нем, и песок, и так далее. И он не рвался вообще. Очень надежный портфель был. Ну что, друзья, прилетел я домой. Сейчас я вам расскажу еще одну очень интересную историю. Она опять связана с велосипедом. Как я и говорю, я любил кататься очень сильно на велосипедах, потому что не было машины. И как бы маленький был, а пешком лень ходить было. И поэтому я гонял все время на великах. Еще важный факт. Мой отец был рыбаком. И сейчас эта история будет связана с этим. Итак, мне было где-то, наверное, лет четырнадцать. Мой отец был на рыбалке, ловил рыбу. Я часто к нему и приезжал, и вот один из дней я поехал на своем старом велосипеде. Велосипед назывался, может, вы знаете, если кто-то постарше из вас, назывался Аист. Либо Аист, либо как-то... Ну, короче, раскладной такой велик, железный, и такой маленькие колеса, длинный руль такой. Вроде Аист назывался, не помню точно. Вроде так. Но это не важно. Короче, еду такой, а там горка. То есть идет такая горка, а внизу река. Еду такой по горке, еду, еду, еду. И чувствую, блин, надо тормозить уже. Уже типа разогнался на огромной скорости, надо тормозить. И начинаю тормозить. А у меня тормоза отказали. Я не знаю почему, они, короче, проворачивались просто. Знаете, да? Раньше-то тормоза не такие были, как на ручках. А тормоза типа, ну, ногами назад давишь, и типа колеса тормозят. Это сейчас ручки приделали. Эти тормоза на ручках. Вот. А была у меня такая тема, что я торможу, а колеса просто вот эти, педали просто назад вот так проворачиваются. И ничего не тормозит. И значит, я на огромной скорости лечу, а уже скоро река близко. Начинаю ногами тормозить, а ногами никак не тормозиться, блин. Спрыгивать-то страшно. Там скорость, наверное, километров 50-100% была. Потому что я летел под гору, а гора такая крутая очень была. Километров 50 лечу. Спрыгивать, если бы я спрыгнул, у меня потом просто в хлам порвало, наверное. Особенно с горы. Асфальт, опять же, был такой не ровный, а, блин, с такими камнями выпирающими, как наждачка. Лечу такой. Не тормозит ничего велик. А в конце, где река, была вот такая, как вам сказать, такая маленькая, как будто пристань. И была, как поребрик такой. Был поребрик. Я такой лечу, а ногами-то торможу. То есть, получается, у меня ноги на асфальте. Торможу, а этот поребрик выступает. И мне, чтобы не улететь в реку, я должен был как-то в этот поребрик войти ногами, чтобы как бы затормозить. Потому что торможения не происходило вообще. Огромная скорость была. Я, значит, подлетаю такой, ноги выставляю, и правая нога просто БАМ! Назад и вывернулась в хламину. То есть, я вывернул свою ногу правую. И улетел вместе с великом в итоге в реку. Блин, это жестко было. А Байся такой, он просто офигел. Вот, потом он меня достал с реки. Я ходить, конечно, не мог, потому что у меня нога просто... Ну, я, видимо, очень сильное растяжение и вывех был ноги. Я ее так вывихнул, что это жесть была. Посадил меня на велик, значит, и повез сам велик. А я на велике сидел домой. И потом где-то, наверное, месяца два, месяца два я ходил на костылях. Потому что нога у меня... Это был не перелом, это был очень сильный вывих. Нога вся опухла, огромная стала фиолетовая. И где-то месяца два, наверное, я ходил на костылях. Это было очень жестко. Вот такая вот история. Вы спрашиваете, как ты вообще выжил? У тебя столько всего было. Ну, как выжил? Наверное, Бог хранит, спасибо Богу. Без него бы я был уже инвалидом на все части, и на глаз, и на ноги, и на все. Я бы, наверное, скорее всего, лежал и не видел ничего. А так вот, вот такие истории. Они уже на самом деле заканчиваются, но еще есть. Они все интересные. И большинство из них, естественно, печальные. И были истории также на моих глазах, что происходило. Когда закончатся мои истории, я вам буду рассказывать то, что происходило на моих глазах. Тоже очень жесткие вещи. Ребят, какие сериалы вы вообще смотрите? Я вот, когда есть время, смотрю Стрелу, Летальное оружие, а также Сверхъестественное. Вот, например, сейчас смотрю Сверхъестественное. Задолбали со своим хбетом, везде его суют. Просто заманали. На самом деле, сейчас я посмотрю вот сериальчик немножко. И пойдем на тренировку. Будем показывать вам крутой суперсет на грудь. Он, опять же, с моего сайта. Крутые суперсеты на сайте. Кто еще не покупал программу, купите, поддержите меня. К лету вы будете качками. Сегодня я вам покажу крутой суперсет. Уверен, вам понравится и будете его выполнять. Спэт, прямо сейчас! Растите, мать настоятельница. Но перед тренировкой где-то за 2 часа нужно покушать. Так как ничего нет, и я пельмешки буду есть. Оп! Пельмешки хорошая тема, потому что много калорий, много белков, много жиров, много углеводов. И это хорошая еда для набора массы. Вообще, многие ребята спрашивают, как набирать массу, если у тебя столько на сайте, много всяких продуктов, которые нужно есть. Много приемов пищи в день. На самом деле, ребят, для меня это тоже очень много было. Где-то 3400 калорий для моего веса нужно кушать, чтобы набирать массу. Для меня это очень много. У меня просто желудок не переносит этого к концу дня. Если я это все съедаю, у меня такая тяжесть на желудке. Вот. И именно поэтому, если вы хотите именно такой калораж съедать, где-то 3400-3500 калорий, вам нужно покупать гейнер. Гейнер содержит большую калорийность, углеводы, белки. И его довольно легко выпить. Там вот столько водички налил, кинул гейнера, выпил и получил вот те углеводы, калории, белки, которые вы получили, не знаю, с огромной тарелки, не знаю, там, гречи, с курицей, либо макарон, с чем-нибудь еще, с мясом каким-нибудь и так далее. Поэтому есть выход. Покупайте гейнер. Ну, а как вы хотели, ребята? Бодибилдинг – это затратное дело. Любой спорт – это затратное дело. Если вы хотите быть красивым, вы должны инвестировать в себя деньги, средства какие-то. Ну, а как вы хотели, просто на какой-то гречке накачаться? Нет, такого не бывает. А, вспомнил, я еще Флэша смотрю, ребят. Еще Флэша, 4 сериала смотрю. А это проблема. А это проблема. А, ребята, еще что хотел сказать. Если у вас есть склонность к набору жира, то пельмешки вам противопоказаны. Ну, если вы хотите все равно набрать мышечную массу. Потому что, если вы будете кушать пельмешки, то у вас будет расти как масса мышечная, так и жировая. Вам это не нужно. Лучше кушайте медленные там углеводы, которые не содержат много жира. Например, не знаю, макарончики. Например, гречка, рисочек, какая-нибудь кашка, овсянка и так далее. Пельмени вам не подходят. Это сугубо тупо для эктоморфов дрыщей, как я. Которые не набирают массу вообще, ни жировую, никакую. Вот тогда можно хавать вот это, чтобы они уходили как бы в энергию. Че, в зале с Женьком? Женек. О, здорово. А, это вы там, да? Женька засрали, короче. Как их называть? Зря вы его засираете, хороший пацан. Как, как? Веселый, шутит. Не знаю, о чем он делает. Как, как, как назвать эти нежные умы, которых, которые не приемлят резким словам? Просто детей много, а ты матом ругаешься, им, видимо, лучше. Да, это пи***ц просто. Короче, сегодня я вам покажу суперсет крутой на грудь, а также попробую 95 пожать. Бистократические штуки. Да, там демон, слушайте. Сегодня демон. Вилли Зевул пришел к нам в зал. Вы говорили, что, типа, врешь, да, не показываешь? Ну, показывать не будем, потому что такое нельзя показывать. Мы понимаем, что человек болен, но... Это б... Все, сейчас 95 попробуем. Ёпт, ты че, блядь, Сарычев, что ли? Черт. Смотри, без разгонки, не подключай камеру, не подключай. 95 че-то не идет. Красавчик. У меня аж все связки захрустели. Потому что футболка. Я не хочу в твоем говноблоге быть. Это Вика, она не хочет в моем говноблоге быть. Они меня знают оставить. Короче, сегодня веса не идут, поэтому я вам буду показывать крутой суперсет на сисечке. Если вы хотите огромные сисечки... Заходите на сайт archomorris.com И покупайте программу тренировок. Сразу же идем на наклонную скамью. И сразу же бабочка. Клость прожигает просто очень жестко. И вот, короче, делаем таких 3-4 суперсета. И будут просто ваши сисечки умирать. Слышишь, слышишь. Давай. Тренировочка закончена. Обязательно пробуйте этот суперсет на грудь. Бомбезный просто отвечаю. И заходите на сайт, покупайте программки. Будет огонь вообще. Сейчас выходим, короче, с Викой. И уже там на ресепшене слышно, как демон орет. Даже там из зала просто... Я не знаю, вы слышали либо нет в видео. Я вот буду монтировать, посмотрю, слышно там или нет. Но это вообще дичь. И особенно лицо, когда оно вот орет, это вообще просто... Ну, какая-то жесть. Я не знаю, как сказать. Ну, ладно, ребят. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайк этому видео. И увидимся в следующем выпуске. Пока.